Байкальская пробка Вот здесь обвал произошел буквально, вот сколько вы говорите? Часа полтора-два назад и сейчас до сих пор падает, вот как вы видите. Поэтому, чтобы безопаснее было, пускают из той и с другой стороны по одной машине. Несколько дней назад в этом же месте сошел оползень. Последствия устраняют до сих пор. На огонь, конечно, можно смотреть вечно. Однако пожарных он не завораживает. Сегодня в железнодорожном районе Улан-Удэ загорелись кладовки. Огонь моментально перешел на многоквартирный дом. 30 человек эвакуировали. Пострадавших нет. Произошло загорание кладовых деревянных построек на общей площади 150 квадратных метров. Также стены многоквартирного двухэтажного дома и кровли. Еще один пожар произошел в одном из торговых центров Улан-Удэ. Причина – неосторожное обращение с огнем. Сотрудники и посетители комплекса экстренно эвакуировались. Благодаря оперативности пожарных огонь не успел захватить здание. В результате сгорел лишь небольшой кусок обшивки. Пострадавших нет. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Забайкальском крае. Это кадры задержания организатора. Что имеете? Калашников-103, АК-103. АК-103 где хранишь? Там, не знаю. Там времени видно. Видишь? Ну, объясни словами, где лежит. За креслом. За креслом. Вот оно, да? У мужчины изъяли два самодельных взрывных устройства с детонатором. Три гранаты, автомат, пистолет, боеприпасы и запрещенную религиозную литературу. Злоумышленник планировал применить свой арсенал против сотрудников правоохранительных органов Забкрая, а затем отправиться воевать в Сирию на стороне террористов. Ему грозит пожизненное заключение. В Улан-Удэ смытые в унитаз остатки гипсокартона стали причиной крупного засора. Все произошло в 113 микрорайоне. Сточные воды вышли из колодца. А чему удивляться? Лето – самое время для ремонта. Однако нужно учитывать, что канализация стерпит не все. Похожая история была в декабре. Только тогда кто-то решил смыть баранью шкуру и останки животного. Село Сухая. Вот так выглядит помойка. Ну или свалка. Это просто ужас. Так описывает огромную стихийную свалку в селе Сухая на берегу Байкала автор этого видео. Я дальше даже не хочу ехать, потому что я боюсь попортить автомобиль. Вот такая вот красота. Мало того, что от свалки до самого Байкала рукой подать, так рядом еще течет река, впадающая в озеро. Субтитры сделал DimaTorzok